Анапа, мама, что происходит? Я здесь снова, ура! Всем привет, с вами я, Аполлинария, я крымчанка, приехала в Анапу. Да, я в Анапе, вы спросите, что это за инопланетные пейзажи? А это гора Лысая, и здесь находится Ласточкино гнездо. Ласточкино гнездо есть не только в Крыму. Сейчас покажу вам такое, что вы вряд ли знаете про Анапу и вряд ли видели. Пойдемте со мной. Всем привет, я начинаю свое путешествие из Ялта, в город счастья. Это вот такая чудесная погода, в Крыму бархатный сезон, приезжайте. С нижней платформы отправлялись. Вот, Ялта-Новороссийск. Билет Ялта-Анапа 910 рублей, 10 часов пути. Тут такие изменения на автовокзале в Санкт-Петербурге, прямо на ваших глазах. Вот, цепляют буквы, автовокзал, какие-то штучки такие интересные, типа двухстороннего скотча, и прилипляют. Что еще нового? Вместо вот таких чебуречных забегаловок, вот открывают нормальный какой-то общепит, потому что совершенно новое кухонное оборудование, вот, устанавливают прямо сейчас. Крым продолжает преображаться. Я бы хотела еще в автобусе, просто невозможно. Так жарко, на улице лучше, вот на солнце. Друзья, мы в Пеодосии. 15 минут тут стояночка. Проголодалась, и нужно съесть пиво с лаковым батанчиком. Итак, мы уже в Керчи, тут стоим 10 минут. Кто не знает, на автовокзале в Керчи прям вот музей сразу, вот вам, курган. Мелекчесменский курган. Дети бесплатно, взрослые 50 рублей и с экскурсионным обслуживанием 600 рублей. Я тут когда-то была, так как стоим 10 минут, я уже не пойду вам показывать. Все, я в Анапе, весь автобус вышел здесь, практически там единицы людей, просто единичные люди остались. Кто дальше поедет? А, куда идти? Я ничего не понимаю. Навигатор непонятно показывает, сколько народу. Самое главное какое-то заселение. Попросили зачем-то отменить бронь в вукинге. Я говорю, ну попробую, хорошо. Я сразу попалась утюжком, чтобы погладить вещи и отправиться смотреть город. Так, я так быстро выбирала, что толком я не помню, что там на картинке было. Да, ну вот диван, что у нас здесь. Ванная комната. Душ, туалет, сушилка. Шампунь-кондиционер. Шампунь-кондиционер. Хорошо, что я взяла кондиционер. Моим волосам такого ухода недостаточно. Мыльцы. Ну, как-то вот, не знаю, тянет на люкс, как считаете. Вот, охладили мне тут помещение. Очень приятно. И две односпальные соединили. И еще тут дополнительное обалдеть. Смотрите, какой раритет. Такие где-то в Крыму, только в санаториях. И то уже вы не встретите особо. Супер. Гладильная доска есть. То, что мне нужно. Все, полотенце, постельное мелье. Вид вот на Анапу. Всем привет. Ну, вот такой номер в самом центре. Сейчас покажу вам и расскажу, что рядом с этим. Утюг надо брать на стойке администратора. Есть фен. Так выглядит вечером мой отель. Куда-то вот тут выходят окна номера. Здесь достаточно оживленная улица. Ну что, с добрым утром. Анапа. Сейчас еду завтракать. А куда вы скоро узнаете. Не смейтесь только. Хорошо? Договорились? Многие не знают, но крымчане первым делом, выезжая на материк, заходят в Макдональдс. Да-да. Нет у нас из-за санкций Макдональдса в Крыму. А мы скучаем. Так, попробуем, не испортился ли за полгода. Макдональдс. Вот такое на завтрак здесь. Бургер с омлетом. Кофе. Кваттэ. Что-то типа Драника. Все. Приятного аппетита. Вот какие тут опасные обрывы. Чтобы забраться на эту замечательную смотровую площадку, вам нужно сесть на пригородную маршрутку, на автовокзале, либо из центра. И доехать до поселка Супсех. Ну, я приехала на такси, а таксист такой говорит, ну, я вас только могу довезти до кладбища. Вот это кладбище. А говорит, а дальше вы сами. Вот остановочка все ожидают. И вот 126-й сюда ходит автобус. Магазинов, конечно же, здесь нет. Поэтому с собой запаситесь. Не знаю насчет еды. Водой обязательно. Тем более в такой жаркий, практически летний. Пускай и осенний день. Как интересно, что там за этим бугром. Там пока что только лазурное небо. Вот под нами уже остался поселок Супсех. Название напрямую связано с водой. Ведь Супсех – это, по сути, произнесенное на двух языках слово «вода». Супсех – тюркские языки «вода». Ну и Псех – садыкского языка. Ой, прям пустыня белоснежная. Какое синее море. Какое синее море. Вот это да. Признавайтесь, у кого уже есть квартира по нами, напишите. Посмотрим, сколько вас. Такой опасный берег. Но стоять здесь совсем не страшно, потому что так красиво. Пока стою здесь, любуюсь, люди все подъезжают, подъезжают. Взрослые, дети так эмоционируют. Выходят на вот этот берег и такие «Вау!» Как хочется нырнуть туда, в этом море бескрайнее. Я здесь нашла гильзу. Это от чего? Уважаемые знатоки, напишите. Если у вас внедорожник, вы можете заехать прямо сюда. Ух! И здесь переполненная маленькая луночка. Она просто не справляется с потоком отдыхающих. А это вид на гору Лысую с моря. На границе поселка Супсех начинается большой кавказский хребет. Именно здесь оборудована смотровая площадка с памятным знаком, который символизирует начало великих кавказских гор. Вот в этом месте самый эффект. Вроде бы просто бугор. И тут вы подбегаете. Ух ты! Сети стоят. Там может мидии какие-то, устрицы выращивают. Ну, идем дальше, быстрее. Мы покорили очередную вершину, как интересно размыло водой. Обратите внимание на удобную обувь. Вот с фиксированной пяткой. Либо кроссовки вам здесь понадобятся. Ай! Как это потрясающе! Совершенно! Не знала я Анапу с этой стороны. Напишите, вы знали, что такое есть? Я просто не могла предположить, что здесь такие могут быть пустынные вот эти ландшафты. Здорово! Пойдешь. Боль курортных городов. Мучают этих животных. Вот сейчас с орлом меня хотели познакомить. Бедная птичка, она должна парить высоко в небе. А ее вот в таком вот лазурном. А ее привязали к руке. Тычут каким-то людям. Внимание, внимание! Мы в Анапе. И здесь высадились инопланетяне. Я слышала, что в Анапе везде и всегда ветер. Ветер, ветер, дует ветер. Как вы думаете, это правда? Или это только сейчас? Здесь такое творится на ласточкиных гнездах. Вот и маска пригодилась. Здесь такой ветер, что он заглушает. Даже мой голос надел. И я намордник надела на камеру. Сейчас вставлю. Людей немного. Это хорошо. Это, пожалуй, самое тихое. Обязательно вот там нужно сделать фото. Тенистых мест тут нет. И единственную тень отвоевали дяденьки с орлами. Ласточкиными гнездами. Это место называется из-за вот этих вот норок, якобы дырочек. Но, я так поняла, ни одной ласточки здесь никто не видит. Зато тут есть орлы. Вот тоже дырочки. Вот. Одна девочка кричала в эту норку. Чайка. Такая чайка. Ой, да это не чайка, это ласточка. Ого, тут такая была жирненькая, упитанная ласточка. Вообще говорят, что по всей видимости, это сами люди сделали вот эти норки, чтобы сюда привлечь нас, туристов. А вы откуда приехали? Из Москвы. А, из Москвы. Я из Крым. Из Ялты. Там свое. Ну, я не на море, я в достопримечательности. Да, очень красиво. Так что не пожалейте, 400 и 800. Ступенек? Да не, я без купальника. Ой, там все голые. Трусанцы. Женщина, которая уже второй день сюда приходит, настолько здесь ей понравилось. Вот здесь, где площадка, там есть 400 ступеней, вы попадаете на пляж, а где-то еще есть пляж, 800 ступеней. Я говорю, я купальник не брала, не пойду туда на пляж. Она говорит, там все голые купальницы. Под домом с красной крышей идет большой-большой зигзаг, который и представляет собой лестницу 800 ступеней. Преодолеть их, конечно, может только подготовленный человек, особенно наверх. Многие туристы считают, что каменистый массив, обрыв горы Лысой, напоминает турецкую Каппадокию. Только вместо воздушных шаров здесь летают метеорологические зонды, потому что по соседу располагается одна из российских баз ПВО. Вот. А все думают, инопланетяне присемлились? Нет. Вот. Могу отпустить. Его? Да. Один грифчик? А держать нет, держать жалко. Ну, это чего? Жалко птичку. Знаете, я заметила, что в Анапе невероятной красоты закатное небо. То есть и закаты красивые, потрясающие, а небо в такие краски окрашивается. Давайте с вами пофантазируем. Какие здесь, в этом месте, эти закаты невероятные. Вот оно, самое романтичное место. Анапы. Анапа. Я здесь снова, ура. Вот там, именно там, самое чистое море в Анапе. А вот такие потрясающие дикие пляжи. Это дорогого стоит. Наверное, поэтому там столько новостроек. Я думаю, вы уже догадались, куда в Анапе приезжают для памятных фотосессий. Здесь делаются самые эффектные аватарки для соцсетей. Как я хочу передать вам прозрачность. Но вы не видели Анапу такой, скорее всего. Я знаю, что даже не все местные здесь вот бывали в этом месте. Это мне сообщил местный человек. Мой знакомый, который сейчас в Крыму. И такой пишет, ты с семьей в Крыму. Что посетить в Крыму? Я говорю, я в Анапе. Что посетить в Анапе? Он сказал, сюда. Ласточкины гнезда. Первым пунктом. Говорит, уже в наше время археологи раскопали в этих местах русло реки, которая раньше в античные наюта питала город Горкипи. Античный город, на месте которого уже появилась современная Анапа. Анапа, мама! Что происходит? Тут с каждого выступа ты можешь увидеть что-то новое, что-то непередаваемое. Мы как будто бы... Хотела сказать, как будто бы не в Крыму. Да, я не в Крыму. Я просто никак не привыкну. Я так редко выбираюсь куда-то. Вот я даю. Ну, конечно, я не в Крыму. Я в Анапе. Крымчанка в Анапе. А поверьте мне. Мы в Крыму знаем толк в достопримечательностях. Поэтому, кстати, обязательно подпишитесь на мой канал. И вы будете видеть самые укромные уголочки нашей Родины. Ну, вот, полуострова Крым, например. И если вы любите Черное море, вы там точно на моем канале найдете что-то для себя полезное. Здесь можно встретить стартующих палопланиристов. Ой, парапланиристов. Сами видите, как немного здесь туристов. Вполне можно насладиться тишиной, панорамами, сфотографироваться. И знаете, то, что вы здесь увидите, и как город поменяется в ваших глазах, вот это все стоит потраченного времени. Сюда приехать, прийти. Ну, и совсем это недалеко от Анапы. 25 минут я ехала. Многие путешествуют на своих авто. Вот здесь оставляют машину. И потом туда поднимаются наверх. Иду по городу. Сейчас у нас улица Ленина. Это центр практически. Тут я недалеко. Ну, в центральном районе. Приятный город. Много зелени. А, красный. Я никак не привыкну, что здесь светофоры для пешеходов. Дикие крымчане. Все, можно идти. Движение тут такое активное, автомобильное. Город курортный. Туристов полно приезжающих на машине. Ну, правильно. Так гораздо больше можно посетить чего. Не привязываться к всяким экскурсиям. Я заметила, что здесь много вот такого. Всякой картошки, шашлык. Всего лишь по 90 рублей шашлык. Цены в Анапе, конечно, гораздо ниже, чем в Ялте. То есть, здесь цены в ресторане, как у нас в кафе. В обыкновенном самом, без какой-то уникальной атмосферы. Вот шашлык 100 грамм 90 рублей. В Крыму это редко ниже 200 рублей встретите. Но бывает, конечно, не часто. Какая красота! Какие беседки! Такое аккуратное общественное пространство. Тихий скверик. Выложена плиточкой. Березки. Это я на улицу Терскую. Извините, если неправильно произношу. Свернула. Какой зеленый город все-таки Анапа. Обратите внимание. Я перемещаюсь везде по пешеходному навигатору. И мне, человеку, которому сложно по картам ориентироваться, в Анапе так просто, как вот, например, в Ростове-на-Дону. Все, улицы настолько четко проложены. То есть, ты смотришь на карту и понимаешь. Вот если тебе надо прямо, ты идешь прямо. Эта улица будет идти только прямо. Никуда не поворачивать. Это очень удобно. То есть, не теряешься. Потому что в той же Ялте заблудиться очень легко. По нашим горам, по вот таким переулкам-закоулкам, вот здесь такого нет. Куда не посмотришь, везде какие-то скверы. Все зеленое. В основном лиственные деревья, но и хвойные есть. Вот в вазонах кипарисики. Клумба-часы Анапа. И знаете, по-моему, они даже идут. Сейчас у нас ровно час дня. И стрелки как раз стоят на час дня. Умеют в Анапе вот эти детали подобрать. Разноцветная пестрая клумба и лавочка в виде карандашей. Интересно придумали. Вот это экскурсия. Из Анапы можно весь Крым за два дня пять тысяч рублей. Феодосию, Бахчисарай, Севастополь. Даже Алубку и Ялту или Бадью посетить. Вот я не знаю, насколько экскурсия из Анапы в Крым вообще пользуется спросом. Хотя много городов там посещают. Может быть и есть смысл. Ну, конечно, еды тут уличной сколько хочешь на любой выбор. Много вина продается в винных магазинах немало здесь. Где я? Здесь есть Сбербанк. Я точно не в Крыму. Мне так непривычно видеть это. А то только где-нибудь по телевизору или в интернете, видишь. Нас пока не зашел он. Из-за санкций Сбербанка. Обшарпанный санаторий Кубань. Вот такие санатории уже тоже напоминают крымские. Которые сейчас, конечно, реставрируются, обшиваются активно. Но что тут в санатории Кубань? Я обратила внимание. У них очень хороший парк. Ну, как большой, вот и тенистый. Здесь напротив Макдональдса я вижу какой-то гигантский вон магнит. А еще жилой комплекс. Раз, два, три. Такие новенькие, высоченные многоэтажки. Я так понимаю, она потихонечку разрастается, разрастается. Но, насколько мне известно, здесь мало школ на весь город, 70 тысяч. Жителей всего шесть, что ли, школ. Маловато. Я когда ехала на такси, водитель спросил, откуда я. Я говорю, из Ялты. Он говорит, о, Ялта. Я там был. У вас так красиво, я говорю. А сейчас еще лучше и лучше, потому что то и дело проходят реконструкции. Ялта улучшается, обновляется. Он говорит, один минус. У вас там ни банков нет в Крыму, ни, говорит, магнита, каких-то сетевых магазинов. Такой, ну почему, вот это неудобно. Я говорю, ну так из-за санкций они не заходят. Он такой, ну как санкции, какие санкции? Крым это же территория России. Как так может быть? Ну вот, вот так у нас. Но нам другие банки там сделали. Другие сети открыли. Так и живем. Ничего, прорвемся. Как хочу передать эту кристальную водичку. Я бы туда погрузилась, но у меня еще следующие города впереди и следующие ролики. Потому мы двигаемся дальше. Подписывайтесь на мой канал. Пока!